Нуждая ли наша страна в изменениях? Можем ли мы что-то сделать для нашего города? Является ли церковь фактором для Божьих изменений? Провозгласи вместе с церковью Филадельфия. Люблю мой город. И докажи это на деле. Меня зовут Короткий Андрей. Я являюсь исполнительным пастырем. Церкви Филадельфии. И рад приветствовать тех, кто сегодня с нами онлайн. Приветствовать составные части церкви Филадельфии, прунку русскую городскую. Мы говорим вам добро пожаловать. И знаем, что отсутствие тела, но вы присутствуете духом в виртуальном пространстве. И вы с нами на этом месте. И церковь Филадельфия не только здесь, по этому адресу, но и в других местах собираются верующие люди для того, чтобы быть вместе с нами. Для того, чтобы искать Господа, приближаться к Господу, соединяться посредством служения. В прошлое воскресенье мы говорили, говорили на такую тему и начали новую серию проповедей, которая называется «Люблю мой город». Эта тема является очень важной темой, потому что помогает нам подготовиться к великому празднику. И этот праздник уже скоро, до Великого дня друзей, осталось всего лишь 21 день. Мы готовимся личным образом, индивидуальным образом, готовимся к этому празднику, к этому дню, тогда, когда пригласим на это место наших знакомых, наших друзей, наших близких, для того, чтобы они вместе с нами смогли вкусить эту божественную атмосферу, чтобы вместе с нами они смогли поклониться Господу, праздновать и радоваться присутствием Божьим, радоваться праздничной атмосферой. Мы готовимся на личном уровне, как церковь мы подготавливаемся к этому великому дню друзей, который будет проходить 5 июня, до которого осталось всего лишь 21 день. Мы говорили в пасхальный день, в день воскресения Христова, мы говорили о том, что наша жизнь выглядит таким образом, теперешняя, настоящая жизнь многих людей выглядит таким образом, без Христа, без тех перемен, без того, что Христос осуществляет, совершает в жизни человека, жизнь многих людей выглядит таким образом, но со Христом. Тогда, когда Христос приходит в жизнь человека, и Христос посредством своего воскресения, посредством своего прихода на эту землю, посредством воскресения, посредством вознесения на небеса, тех изменений, которые Он произвел в нашей жизни, наша жизнь, которая может быть, которая является, которая делает возможным Дух Святой, Дух Божий в нашей жизни. Бог дал нам Духа Святого. Дух Святой сегодня изменяет, трансформирует, очищает, искореняет из нашей жизни все то, что не является добрым, все то темное, все то греховное, все то недоброе, все то, что когда-то было чуждым, было мерзким. Бог это искореняет, очищает, удаляет от нас, и наша жизнь изменяется. Мы становимся детьми света, становимся влиятельными, потому что Дух Божий дает нам силу, потому что Дух Божий наполняет нас, преображает наши сердца, преображает наша жизнь. Жизни, да, мы еще несовершенны. Есть многое в нашей жизни, что мы желаем, чтобы изменилось. Есть многие сферы, которые еще не являются таковыми, но Бог, Дух Божий способствует изменению. И в каждый день от веры в веры, от славы в славу мы преображаемся Господним Духом, Божьим Духом, и наша жизнь сегодня выглядит во свете. Наша жизнь сегодня изменена, потому что эти изменения производит Христос в нас Духом Своим. Мы начали серию проповедей, которые называются «Люблю мой город». Этот город, в котором мы проживаем, в этом городе наши родственники, в этом городе наши коллеги, в этом городе наши соседи, в этом городе наши знакомые. Они находятся в этом городе, мы живем в этом городе, мы покупаем продукты, мы работаем, мы общаемся, у нас есть знакомые, у нас есть друзья, есть люди, которые не безразличны нам, люди, которые сегодня не знают Христа, люди, которые сегодня живут в безнадежном состоянии. И мы, будучи верующими людьми, Помещены в этом городе, находясь в этом городе, мы желаем лучшего будущего нашим родственникам, нашим коллегам, нашим соседям, нашим знакомым. Мы уже говорили о сфере нашего влияния. Бог поместил, Бог определил наше обитание, нашу жизнь в этом городе. Этот город является сферой нашего влияния. В этом городе мы должны быть способны влиять на людей, которые окружают нас, на ситуацию, положение этого города. Но многие люди, в том числе и верующие люди, они рассматривают этот город следующим образом и то, что происходит. Они видят беспорядок, они видят кризис, они видят аморальность, они видят воспитание, отношения, и все это они видят в негативном свете. И они говорят о том, что контекст, этот город, в котором я проживаю, просто давит на меня, он стесняет меня. Я не могу находиться в этом городе. И многие мечтают изменить свое местожительство. Некоторые уезжают в поисках более лучшей жизни, более лучшего заработка. Уезжают в страны, рассматривая культуру, рассматривая те способности, те возможности, которые может предоставить другая страна. И рассматривают город, в котором они проживают, как то, что влияет на них, препятствует им, мешает им, мучает их. И они рассматривают этот город и контекст, как то, что влияет на будущее их детей. Таким образом рассматривают свое проживание в этой стране, в этом городе. Но мы, те, которые познали Христа, мы, те, которые являемся церковью Господа Иисуса Христа, не относимся к этой категории людей, но мы рассматриваем нашу жизнь, нашу жизнь влиятельную, нашу жизнь, исполненную силой, нашу жизнь, исполненную Духом Святым. И не общество, не этот контекст, в котором мы помещены, влияет на нас, но мы, мы сегодня, церковь Господа Иисуса Христа, влияем на это общество, влияем на культуру, влияем на образование, влияем на чистоту этого города. Мы в этом обществе и в этом мире совершаем разницу. Мы дети света, мы дети Божьи, Бог избрал нас для того, чтобы мы освящали, для того, чтобы мы были светом, для того, чтобы мы влияли. И в прошлое воскресенье мы говорили о том, что христиане, это не просто религия, это не просто люди, которые закрыты в себе, в своем кругу читают Библию и только вместе собираются, прославляют Бога, поют. Нет, христиане, это те люди, которые влияют на культуру, это те люди, которые влияют на воспитание, это те люди, которые влияют на общество, это те люди, которые влияют на социальный статус, на людей, которые окружают их. В прошлое воскресенье мы молились, постились один раз в неделю, молились каждый день и определяли тех людей, которые являются самыми близкими, люди нашего окружения. Кто-то из наших соседей, один из наших близких соседей, один из наших близких родственников, коллег, друзей, близкие нам люди, судьба, жизнь которых не безразлична нам. Мы желаем спасения этих людей, желаем, чтобы эти люди, они имели жизнь вечную, без Христа они погибают, и Бог избрал тебя, Бог избрал меня, Бог оставил церковь свою для того, чтобы церковь сегодня влияла на общество, влияла на людей, не знающих Господа. И статистика говорит следующее, приблизительно 67% из людей в этом мире, это люди, которые живут без Бога, которые живут вдали от Бога. Если рассмотреть город Кишинев, который насчитывает меньше, больше в учебный год или в летний период около миллиона жителей, приблизительно 670 тысяч человек в этом городе, это люди, которые живут без Бога, которые живут вдали от Бога. И мы, как церковь, призваны для того, чтобы влиять на этих людей, влиять на это общество, влиять на этот город, расширять пределы церкви Христа, расширять пределы царствия Божьего. Бог избрал церковь свою для того, чтобы мы смогли влиять на это общество, на ту среду, в которой Бог поместил нас, в котором мы находимся. Мы уже говорили о израильском народе, рассматривали в прошлое воскресенье историю, и в особенности мы говорили о человеке по имени Нейман. Это человек, который смог реализоваться в своей жизни, несмотря на то, что он находился в плену, находился в рабстве, но в какой-то мере он занимал хорошую позицию. Он находился при дворце, он находился при царе, он ел, питался с царского стола, вроде бы в его жизни был достаток, был комфорт, был уют, была работа, была позиция, все вроде бы складывалось, все было в достатке. Но вот однажды пришли вестники, пришли его соотечественники и сказали ему следующее, что город, город твой, твоя страна в запустении, беднота, нищета, боль, страдания, разрушения. И мы рассматриваем этого человека, как он отреагировал, хотя что в его жизни он мог бы сказать следующее, меня это не интересует, у меня все в порядке, я имею что есть, я имею где жить, у меня хорошая работа, у меня есть достаток в материальной жизни, и Богу могу поклоняться. Я самодостаточный человек, и мне не интересно, что происходит с другими людьми, что происходит с моим городом, что происходит с моей страной. Этот человек, он отреагировал совершенно по-другому. И мы читаем слова, которые записаны в Библии. Библия это особенная книга и является важной книгой, божественной книгой, которой руководствуются верующие люди. И в этой божественной книге Библии мы находим слова из книги Ньемии. Написано о том, что этот человек, услышав эти слова, слова о своем городе, о своей стране, о Иерусалиме, услышав о том, что там происходит, Библия говорит нам, он сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. Человек, который услышал о том, что происходит в его городе, о том, что происходит в его стране, он вовлекся эмоционально. Он не мог быть безразличным, он опечалился, его затронула судьба положения города, страны, которая является его. Он рассматривал Иерусалим, Израиль, он рассматривал своей страной, своим городом, и он не был безразличен по отношению к тому, что там происходит. Сегодня многие безразличны в том, что происходит в нашей стране, что происходит в нашем городе. Многие покидают, многие покидают этот город, эту страну в поисках лучшей жизни и не рассматривают себя, как людьми, которые должны вовлечься эмоционально, вовлечься духовно и начать действовать в этом стране, в этой городе, во благо этого города, во благо этой страны, для того, чтобы изменилась эта страна, этот город. Бог избрал тебя, Бог избрал меня, Бог избрал нас, церковь свою, Он определил нам жить в этом городе для того, чтобы мы влияли, для того, чтобы мы способствовали изменению, для того, чтобы мы устраняли то, что не устраивает нас, то, что беспокоит сегодня нас. Мы недовольны немногими вещами, которые происходят в нашем городе, происходят в нашей стране, но с своей стороны, что мы делаем? С своей стороны, рассматривая то, что происходит, как мы реагируем, как мы поступаем? Поступаем ли мы так, как Немья, который заплакал, который опечалился, который начал просто болезненно переживать то, что происходило с его городом, с его страной? Более того, он вовлекся эмоционально, эмоционально он начал концентрироваться и проявил свою боль, свою печаль о своем городе. И более того, мы читаем о том, что он вовлекся духовно, духовная концентрация. В течение определенного периода он начал молиться, он начал поститься о изменениях, о изменениях в своем городе, в своей стране. Очень важно, чтобы мы с нашей стороны, мы говорили в прошлое воскресенье об этом, смогли вовлечься эмоционально, смогли вовлечься духовно, молясь, постясь о людях. Город – это люди, это не просто территория, это не просто земля, это люди, которые облагораживают или которые препятствуют развитию культуры, воспитанию, чистоте и многим жизненно важным вопросам в этом городе. И если мы с нашей стороны, минимум то, что мы можем сделать, повлияем на наших близких людей, на наше окружение, на наших родных, на наших друзей, на наших коллег, на наших соседей, если мы сможем повлиять, если мы с ними сможем разделить наши убеждения, нашу веру, нашу позицию, разделить весть о Господе Иисусе Христе, так как Бог изменил нашу жизнь. И наша жизнь поменялась, так и жизнь этих людей, которые являются нам дорогими, которых будущее беспокоит нас. Мы желаем, чтобы они также имели жизнь вечную. Мы желаем, чтобы и они жили лучше. Мы говорили в прошлое воскресенье о том, что и у нас есть сложности, и у нас есть трудности, есть проблемы, но те проблемы, которые есть у нас, у верующих людей, они несравнимы с теми проблемами, с теми трудностями, с теми сложными ситуациями, в которых находятся люди, не знающие Господа, люди, живущие без Бога. Несравнимы наши ситуации. И ссоры, и моменты сложные, которые возникают, они как насморок, они легкие, они быстро проходят. И люди, которые не знают Господа, и те, которые в проклятии, в несчастье, в мучении, в страданиях, не зная выхода, которые просто находятся в сложных ситуациях, мы, как церковь, призваны возвещать им Евангелие, призваны влиять на них, вовлечься эмоционально, духовно, молиться о них, поститься, искать изменения их жизни. И то, что мы делали в прошлое воскресенье, мы определяли этих четырех человек, за которых на протяжении всей этой недели мы будем молиться за каждого из этих людей, которых мы определили, и не только будем молиться, и не только будем поститься, и не только будем вовлекаться эмоционально, но и с нашей стороны мы будем действовать, мы будем делать все для того, чтобы эти люди также смогли познать Бога, обратиться к Христу и последовать за Ним. Сегодня я хотел бы говорить, продолжить тему, именно «Люблю мой город» и задеть такой вопрос администрирования нашего влияния. Бог дал нам влияние, Бог исполнил нас Духом Святым, Бог тот, который проявил свою любовь по отношению к каждому из нас, посредством своей любви, Он изменил нашу жизнь, и Бог желает, чтобы мы правильно распорядились тем, что Он дал нам. Распорядились той силой, распорядились тем потенциалом, чтобы мы правильно поступили как церковь в этом обществе, в котором проживаем, на личном уровне и как церковь. Многие сегодня говорят о любви. Когда мы говорим о любви, когда говорим о любви, для некоторых любовь – это романтика, для некоторых любовь – это слова, но когда мы говорим о любви Божьей, это не слова, но это дела. Это то, что было доказано на деле. Бог тот, который сказал, что Он возлюбил нас, и не просто сказал, но Он на деле показал нам свою любовь, отдав Сына своего Иисуса Христа на распятие. Мы праздновали праздник Воскресения, Он умер ради нас, для того, чтобы показать нам любовь Божью. Бог проявил свою любовь по отношению к нам не на словах, а на деле. Мы призваны, будучи церковью, будучи последователями Господа Иисуса Христа, не просто словами, не просто словами говорить о любви Божьей, но мы призваны сегодня на деле, посредством нашей жизни, посредством нашего вовлечения, посредством наших поступков, посредством наших дел, вовлекаться сегодня в нужды людей, проявлять любовь Божью. Апостол Иоанн, тот, который рассказал о проявлении любви Божьей, говоря о нас, о верующих людях, о христианах того времени и о христианах наших дней, он говорил о двух категориях людей, которые говорят о том, что они любят Бога, они любят людей, они любят общество, но все это всего лишь на словах, и он приносит нам правильное понимание любви. Он говорит следующее, в первом послании Иоанна, в 3 главе 17 стихом, мы читаем слова Иоанна, тот, который не просто писал о любви, но и в особенности он проявлял свою любовь к Господу Иисусу Христу. Он был тот, который был более расположен, проявляя свою любовь к окружающим людям. И вот мы читаем слова, которые были записаны апостолами Иоанна. Кто имеет достаток в этом мире? Если мы имеем хлеб, если мы имеем одежду, если мы имеем проживание, мы имеем достаток. Мы не говорим сейчас о избытке, мы говорим о элементарных вещах. Если ты сегодня поел, если у тебя есть сегодня что одеть, если сегодня тебе есть где заночевать, у тебя есть достаток. Иоанн говорит, если у тебя есть этот достаток в этом мире, и ты видишь брата, видишь человека, видишь соседа, видишь знакомого, видишь близкого, ты видишь его в нужде. Ты видишь его в недостатке, ему нечего поесть, ему нечего одеть, ему негде жить. Ты видишь его нужду, видишь его ситуацию. Видя брата своего в нужде, в нужде затворяет от него сердце, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том человеке любовь Божья. Если ты видишь человека, брата твоего, видишь в нужде, видишь, что ему необходима помощь, и ты только словами говоришь ему о том, что Бог любит тебя, Бог позаботится, молится Богу, Он поможет, Он даст тебе все, что ты хочешь, все, во чем ты нуждаешься, а с своей стороны ты ничего не делаешь. Иоанн говорит о том, что как может пребывать в жизни такого человека любовь Божья, если мы не проявляем заботу, если мы не действуем в отношениях наших близких, наших знакомых, наших друзей, братьев, сестров, сестер, как мы можем говорить о том, что мы любим Бога, Бог тот, который показал нам свою любовь на деле, не просто говорил, не просто учил нас о любви, но Он тот, который проявил, показал, научил нас, оставил нам пример любви, и вот мы, церковь Господа Иисуса Христа, верующие люди, не словами, но на деле сегодня должны проявлять любовь Божью. Я, читая дальше о любви Божьей, очень важно понять, божественную любовь необходимо проявлять, а не только говорить о ней. И Иоанн дальше продолжил, и он сказал следующее. В 3 главе, в 18 стихом, продолжение 17 стиха, «Дети мои, станем любить не словом или языком». Некоторые только словами и языком своим проявляют любовь. О любви говорят, о заботе, о пожелании им блага, добра, не словом и языком, но делом и истинною. Бог призывает нас, чтобы мы с нашей стороны не просто вовлекались эмоционально, молитвенно, «Я помолюсь за Тебя, я поплачу с теми, кто плачет». Не только этого Бог ожидает от нас. Да, здесь станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Бог желает, чтобы мы проявили на деле, чтобы мы действовали с нашей стороны, проявляя любовь людям, которые сегодня нуждаются в помощи, нуждаются в помощи Божьей. В первом послании Якова мы находим эту категорию людей, которые всего лишь словами любили, проявляли свою любовь к нуждающимся людям. «Ести брат твой или сестра наги и не имеют дневного пропитания, и кто-нибудь из вас скажет, иди с миром, грейся, питайся, но не даст им потребного для тела, что пользы». Что пользы называться верующим человеком, что пользы называть себя человеком, любящим Господа, если сегодня, рассматривая нужды верующих людей, рассматривая нужды людей в этом обществе, рассматривая положение и ситуацию в этом городе, рассматривая нужды, которые сегодня есть в обществе, ты пренебрегаешь, ты не вовлекаешься в устранение, в решение этих нужд, и только словами ты говоришь о том, что «я люблю», да, «иди грейся, иди одевайся», Бог позаботится. Что пользы в твоем служении Господу? Что пользы в твоей вере, если твоя вера не сопровождается твоими делами? Если твоя вера не сопровождается твоими действиями, проявлением, проявлением заботы по отношению к тем, которые сегодня нуждаются в помощи, очень важно, прежде всего, рассматривая нужды людей, прежде всего, рассматривая те ситуации, те недостатки, которые есть у наших родственников, коллег, соседей, знакомых, очень важно вовлечься личным образом. И мы не говорим сегодня о коллективном вовлечении, прежде нежели говорить о личном вовлечении. Равно настолько, насколько ты там, дома, сам, когда наедине находишься, ты духовен, ты служишь Господу, ты ищешь Господа, равно настолько ты духовен, и твой уровень духовный определен и в церкви, и когда ты находишься в обществе. В церкви мы для того, чтобы совместно научиться петь Господу, совместно научиться читать Библию, совместно научиться молиться Господу, Но дома, дома, наедине, когда нас никто не видит, вот там определяется наш духовный уровень, там определяется наше духовное состояние. Ты не больше того, нежели сколько ты являешься в доме своем, равно насколько ты в своем доме, равно настолько ты и в обществе, и в церкви, и в других общественных местах, тогда, когда встречаешься с верующими людьми. Поэтому прежде всего мы вовлекаемся личным образом в проявлении нашей любви по отношению к одному из наших родственников, по отношению к одному из наших коллег, по отношению к нашим соседям и по отношению к нашим знакомым, рассматривая их жизнь, желая помочь их, желая привести их в Великий День Друзей, до Великого Дня Друзей. Рассмотри их нужды, рассмотри их ситуацию. Возможно, кто-то из них нуждается в твоей физической помощи, нужно пойти и помочь ему в ремонте, помочь ему в каком-либо деле, в каком-либо вопросе, и ты можешь это сделать, это тебе под силу. Возможно, вовлекись. Возможно, кому-то нужно нечего есть, и он нуждается в пище, предоставь ему пищу. Возможно, он нуждается в одежде, предоставь ему одежду. Возможно, у него другие сложности, и тебе на деле нужно проявить заботу, проявить любовь по отношению к своим родственникам, к своим близким, к своим знакомым, к своим друзьям. Делай это на личном уровне по отношению к тем, которых ты определил. Мы определили людей, мы записали их, мы записали их на эти карточки и не забыли о них. Да, мы будем молиться на протяжении каждого дня. Мы будем молиться в церкви, если у тебя есть возможность, также молиться с 8 до 9, мы молимся в церкви, ты можешь прийти и молиться за этих людей. Да, мы вовлекаемся эмоционально, желаем, чтобы они изменили, желаем, чтобы изменился город, изменилось общество, но не только этим ограничиваемся, но с нашей стороны мы рассматриваем и нужды людей. Первая апостольская церковь рассматривала нужды людей. Первые христиане рассматривали нужды людей. Они рассматривали нужды вдов, рассматривали нужды сирот, рассматривали нужды бедных людей. И мы видим в книге «Деяния апостолов» во 2 главе, в 3, в 4, в 5, как повествуется и говорится о том, что верующие люди, они продавали имение, они жертвовали деньги, они определяли на служение конкретных людей, которые занимались раздаянием пищи вдовам, нуждающимся людям. Церковь вовлекалась не просто словами, не просто говоря истину, но вовлекалась практическим образом в жизнь людей. И мы призваны не только эмоционально, не только духовно молясь и поститься о людях, но и вовлечься практическим образом на личном уровне. Поэтому очень важно на протяжении этой недели, последующих недель, оказать добродетель тем людям, которых мы ожидаем, которых мы желаем привести в великий день друзей на это место. И тогда, когда ты оказал добродетель, тогда, когда ты помог нуждающимся человеку, и когда ты приходишь к нему, и ты говоришь, пойдем со мной, у нас в церкви праздник, особый день, и я хотел бы, чтобы ты был со мною. Человек, он иначе воспримет твои слова. Но если ты только словами пытаешься привести этого человека и, видя его нужды, рассматривая его ситуацию, ты не вовлекаешься никаким образом, мало шансов того, что этот человек придет. Кто-то сказал, и очень хорошие слова, поучительные слова, проповедуйте всегда, говорите всегда людям, иногда словами. Очень важно, чтобы мы всегда возвещали о Христе, иногда словами. Кто-то сказал следующую фразу, и тоже из этих фраз, говоря следующую, он сказал, ты настолько громко кричишь, что я не слышу, что ты говоришь. То есть твои дела, твои дела говорят совершенно о другом, нежели твои слова. Мы не должны говорить одно и делать совершенно другое, но наши дела, наша вера должна сопровождаться делами. Наша любовь должна быть в действии, должна проявляться на личном уровне, а также мы рассматриваем коллективную благотворительность. Коллективную благотворительность мы рассматриваем посредством вовлечения в группы ученичества. В церкви Филадельфии мы начали запись в группы ученичества и в группе ученичества. Находясь в команде, находясь в группе, мы вместе соединяемся, вместе объединяемся для того, чтобы служить. Для того, чтобы оказывать благотворительность людям в обществе, в котором мы проживаем. Сейчас я хотел бы, чтобы мы вместе просмотрели видеоклип представления групп ученичества. Церковь Филадельфия – это большое сообщество, состоящее из маленьких групп. Сообщество, где каждый участвует в жизни другого человека – это живое сообщество. Мы были созданы с необходимостью состоять в отношении не только с Богом, но и с людьми. Мы являемся большой группой людей. Очень большой. Поэтому важно развивать отношения не только во время воскресных встреч. Каждый человек из церкви Филадельфия должен активно участвовать в одной из маленьких групп. Мы знаем, что это может быть проблемой для людей с высокой ответственностью. Работа, семья, учеба. Однако, мы знаем еще то, что состоять в одной из групп – это также очень важно, как инвестировать своих детей, в дом или твое будущее. Инвестиция с длительным эффектом. Здесь ты найдешь поддержку, дружбу и помощь. И в свою очередь сам сможешь предоставить это другим. Это место, где ты можешь узнать Бога. Плюс еще в том, что группы длятся только три месяца. Это не является долгосрочным обязательством. Наши группы проводятся в разных районах города Кишинева, в разные дни недели, для людей любого типа и возраста. Одиноких людей, состоящих в браке, родителей, студентов, а также для тех, кто нуждается в материальной помощи. Маленькие группы дают жизнь церкви. Вовлекись сегодня в одну из групп. Если ты еще не записался в группу ученичества, после служения в холле церкви на первом этаже, ты можешь записаться в одну из групп ученичества. Рассматривая наше вовлечение, рассматривая наше служение, мы рассматриваем личным образом, и коллективным образом мы рассматриваем благотворительность. На личном уровне мы вовлекаемся в нужды людей, и коллективным образом, посредством групп ученичества, мы объединяемся. Посредством групп ученичества, коллективным образом, мы предоставляем благотворительность людям, обществу, в котором находимся. А прежде всего, мы предоставляем наше время. Предоставляя наше время, я хотел бы представить вам проект, и следующий термин, который характеризует этот проект, серволюция. Вы слышали об этом слове, да? Вы учили это слово, оно вам знакомо? Совершенно верно, это новое слово. Церковь, как я говорил и ранее, не просто учит богословию, не просто учит тому, что говорит Библия, но приносит культуру, приносит божественную культуру. Серволюция означает служение, изменение посредством служения. И мы коллективным образом, предоставляя наше время, желаем совершить изменения в этом городе посредством нашего служения. 28 мая всей церковью, посредством групп мы соединимся, и мы будем совершать изменения в этом городе. Многих из нас не устраивает бурьян, большая трава, неухоженные деревья, неухоженные трава, которые мы видим, видят мусор на дорогах, видят беспорядок, и многие проходят мимо, да, им не нравится то, что они видят, но с своей стороны они ничего не делают, не вовлекаются. Мы назвали этот день 28 мая серволюцией, днем служения, днем, когда мы вместе соединимся для того, чтобы произвести изменения в этом городе. И то, с чем мы не согласны, чтобы вовлечься, мы смогли изменить, могли навести порядок, могли вовлечься в изменения тех областей, тех сфер, с которыми мы сегодня не согласны. Во-вторых, говоря о нашей коллективной благотворительности, я хотел бы, чтобы каждый из нас смог предоставить из своих материальных благ. 28 мая мы организовываем в парковке, церкви, если будет дождливая погода, это будет проходить в здании церкви, мы организовываем серво-базар. Первая часть нам уже знакома, это служение и базар. Всем нам понятен, рынок, базар. Что мы подразумеваем под этим? Каждый из нас располагает определенными материальными благами. В этот день, 28 мая, в следующее воскресенье, 28 мая, мы предоставим из наших материальных благ, из того, чем мы сможем разделиться с другими людьми, нуждающимися людьми, в следующее воскресенье каждый из вас может взять из того, чем он располагает. Кто-то может, если у тебя две рубашки, три рубашки, возьми одну рубашку и предоставь тому, у которой нет ни одной рубашки. Возможно, у тебя недостаток в одежде, в продуктах питания. Кто-то, исходя из своего материального положения, сможет принести холодильник, кто-то сможет принести пару носков. Если ты скажешь, я не располагаю ничем, возможно, ручку, хоть что-то, но прими участие в этом проекте, в этом сервобазаре, и мы в парковке церкви организуем этот серворынок, сервобазар, и будут символические цены, и люди, нуждающиеся, бедные люди, они смогут прийти, смогут приобрести, смогут получить что-то из того, что мы принесем, чем мы разделимся. Друзья, рассмотрите ваши вещи, рассмотрите ваши материальные блага и разделитесь с тем, кто нуждается в материальной помощи, еще раз, имея достаток в этом мире, и видя человека, который нуждается в помощи, и не оказывая ему помощь, это не означает проявление любви, но если мы любим Господа, если мы хотим проявлять любовь, необходимо это совершать на деле. Очень важно учесть два аспекта. Вещи, которые вы хотите принести, важно, чтобы они были чисты, постиранные. Такие вещи, какие вы хотели, чтобы сами получили, или вы предоставили их Господу Иисусу Христу, чтобы они были чистыми, еще раз, исходя из того, чем вы располагаете, чтобы они были чистыми и пригодными для употребления, не из тех, которые уже, их назначение мусорный бак, не из таких вещей мы приносим в следующее воскресенье, но рассматриваем что-то из наших благ, что-то, чем мы пользуемся, что является также важным. И кто-то сказал, что если вещью ты не пользовался в течение года, она не служит тебе, она не приносит тебе пользу, но она тебе мешает та вещь. Поэтому возьми ту вещь и поделись ею с другим человеком. Есть люди, которые находятся в нужде, в материальной нужде, нуждаются в помощи, и мы, как церковь, не можем быть безразличными в этом. Давайте мы вовлечемся. Вовлечемся личным образом, вовлечемся коллективным образом. Вовлекаясь коллективным образом, мы вовлекаемся посредством нашего времени, посредством наших материальных благ и посредством наших финансов. 29 мая в церкви Филадельфии будет специальный сбор в связи с праздником, великим праздником, праздник, великий праздник, великий день друзей. Мы организовываем этот праздник, мы организовываем этот день. Желаем, чтобы пришли наши гости, наши друзья, чтобы они также могли угоститься, чтобы они могли почувствовать себя уютно, почувствовать себя принятыми с нашей стороны. Мы участвуем в специальном сборе, мы жертвуем из наших финансов для того, чтобы организовать праздничную атмосферу, праздничный день на этом месте. Мы с церковью Филадельфии вовлекаемся в серволюцию, вовлекаемся в сервобазар и подготавливаемся к специальному сбору. Мы не просто говорим о любви, но с нашей стороны мы проявляем любовь. С нашей стороны мы на личном уровне проявляем любовь. С нашей стороны коллективным образом, объединяясь посредством групп ученичества, мы проявляем любовь Божью в этом обществе, в этой стране, в этом городе, в котором проживаем. Продолжение следует...